Выпускникам 2014 года списывать во время единого госэкзамена будет невозможно. Все пункты сдачи ЕГЭ оснащают видеокамерами. Фиксировать происходящее будут в аудиториях и в штабе пункта приема единого государственного экзамена. Сейчас в школе номер 13 как раз идет монтаж видеооборудования и настройка программно-аппаратных комплексов. Все работы ведут опытные специалисты. Они же в свое время были ответственными за видеонаблюдение на выборах президента Российской Федерации. По 13 школе установлено в 16 кабинетах оборудования. 15 из них относятся к пункту проведения экзамена, кабинету проведения экзамена. Один кабинет, где штаб. В каждом классе устанавливаются две видеокамеры. Это позволит максимально охватить наблюдателям аудиторию. Здесь можно увидеть и ноутбук, на котором ведется непосредственно запись, из которого впоследствии информация будет передана в единый колл-центр. Сохраняться будет информация в региональных центрах обработки информации. Она будет там охраниться после окончания экзамена в три месяца. То есть в данном случае это в Екатеринбурге по нашему региону. Доступ к ней будут иметь зарегистрированные наблюдатели, которые официально зарегистрируются в Рособзоре. И получат доступ на сайт смотриегэ.ру. Установка видеооборудования ведется под контролем специалистов управления образованием и педагогов, которые ответственны за проведение ЕГЭ. По их мнению, установка видеонаблюдения позволит снять ряд вопросов, которые возникают при спорных моментах. А еще это позволит собирать общую информацию из всех регионов и осуществлять оперативный контроль за процессом проведения ЕГЭ. В виде наблюдения работают для того, чтобы была информация открытая, прозрачная. То есть, каким образом проходит сама процедура проведения экзамена. А в случае возникновения каких-то недоразумений, если все-таки они возникнут, будет возможность доказать, например, случился данный факт, либо это просто, ну, оговор, скажем, как будто состояние, может быть, какого-то нервного, такого стресса в период проведения экзамена. Учащиеся разные бывают, по-разному они реагируют на такую серьезность в своей жизни. Напомним, что камера видеонаблюдения на ЕГЭ в 2014 году является далеко не единственным нововведением. Кроме этого, в пунктах проведения единого госэкзамена будут установлены металлоискатели, что также исключит возможность проноса в аудиторию запрещенных гаджетов и методических материалов. Все это сейчас вызывает ряд разногласий, как среди выпускников, так и среди взрослых. Выпускники к этому относятся, кстати, проще, нежели, например, организаторы, потому что по правилам, опять-таки, по инструкции видеонаблюдения организаторы в аудиториях должны все время демонстрировать, что именно они выполняют, что именно они делают, какую именно функциональную нагрузку они реализуют в этот момент. И должны, кроме этого, еще каждые 15 минут контролировать видеозапись. То есть фиксировать сам факт ее наличия. Потому как инструкция предписана отсутствие видеозаписи, это сигнал. Если через 15 минут она не будет восстановлена, то экзамены в этой аудитории прекращаются. Такие строгие правила. Поэтому организаторы получили дополнительную нагрузку, дополнительный опыт. До начала экзаменационной кампании остаются считанные дни. У ответственных за проведение ЕГЭ в Полевском есть всего несколько дней для завершения всей подготовительной работы. Но этого вполне достаточно для того, чтобы подготовить школу города к всероссийскому единому государственному экзамену. В целом, технически, материально, пункт готов. Остались некоторые организационные моменты, которые, конечно, можно будет до конца выполнить, только когда закончится основной учебный процесс. Это регулировка парт, организация рабочих мест для участников и для общественных наблюдателей. То есть создание такого эргономичного пространства для выполнения заданий ЕГЭ. Основной период сдачи ЕГЭ начинается с 26 мая. В этот день пройдут первые экзамены по географии и литературе. На 29 мая назначен обязательный экзамен по русскому языку. На 2 июня по иностранным языкам и физике. И 5 июня школьникам предстоит сдать обязательный экзамен по математике. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости нашего города.